В фильме «Кингсман» есть одна сцена, где Гарри Харт дает экзиноставление из трех слов. Оксфорды – это не броги. У меня есть к вам вопрос, а вы знаете разницу? Да, нет, наверное. Давайте выясним. Итак, вот первые туфли. Очень красивые, отлично выглядят. Но это Оксфорды или броги? Вторые туфли – отличный экземпляр, приятный цвет. Так, это Оксфорды, броги, или не знаю, или вы все же знаете. И сейчас последняя модель в нашем тесте. Ммм, отличная модель. Но что это, друзья, Оксфорды или броги? А теперь результаты. Две пары брогов и одна пара Оксфортов? Может, две пары Оксфортов и одна пара брогов? Ответ – две пары брогов и две пары Оксфортов. Как? Что я такое говорю? Как такое вообще может быть? Господа, объясню это в сегодняшнем видео. Итак, взглянем на ответы. Первая пара – это, конечно, самые настоящие Оксфорды. Вторая пара – очевидно, броги. Но вот последняя пара – это были и Оксфорды, и броги. Что за колдовство такое? Друзья, запомните, Оксфорды могут быть брогами, и броги могут быть Оксфортами. Тогда о чем Гарри Хард говорит? Ребята, чтобы объяснить вам, что он имел ввиду, мне придется объяснять вам, что же такое Оксфорды и что такое броги. Итак, Оксфорды по определению – это костюмные туфли с закрытой шнуровкой. Они идут без украшений, традиционные и очень простые туфли. Иногда можно встретить шов на носке. Эти туфли созданы, чтобы носить их со смокингом или формальным бизнес-костюмом, с бизнес-кэжуал нарядами. Это имеется ввиду спортпиджак и отдельные брюки. Может, даже с кэжуал костюмом. Но они точно не надеваются с джинсами или чем-то наподобие. Оксфорды идут в разных цветах. Черный, конечно, самый популярный. И это отличный выбор для рабочей обуви, для первых туфель. Но, конечно, есть темно-красные, коричневые, темно-коричневые. Также и светлые тона. Но все же они остаются Оксфортами. Что прикольно в них, когда вы их покупаете, то вам не надо волноваться, что они выйдут из моды. Потому что они служили мужчинам уже порядком двухсот лет. Итак, мы знаем, что такое Оксфорды. А что же такое броги? Броги – это туфли, в которых есть орнамент на коже. Его называют брогирование. Это когда в коже делаются отверстия. История такая. Вернемся снова на пару сотен лет назад. Это очень обыкновенная обувь, потому что ее использовали, чтобы ходить по болотам. Почему? Потому что благодаря этим отверстиям, когда ты выходил на твердую землю, то вода выходила через эти отверстия. Так что они были очень функциональными. Можно даже подумать, что это первый вид кроксов. Да, наверное, я преувеличил, сравнивая их с кроксами, но поймите. Именно поэтому броги считаются кэжуал. Потому что они получили свое основание в спортивной обуви. Вообще есть четыре типа брогов, которые мы можем встретить. Самые формальные – это полуброги. Затем это половинчатые броги. Они будут более кэжуал. И следующая модель – это винг-типы. Это уже кэжуал туфли. И последняя модель – полные броги. Это самый кэжуал из всех моделей брогов. Теперь вы знаете, что такое оксфорды, и вы знаете, что такое броги. Но как броги могут стать оксфортами, и как оксфорды могут стать брогами? И что, черт возьми, Гарри Харт имел в виду, когда говорит, что оксфорды – это не броги? Если честно, то я думаю, что сценаристы сделали ошибку. Они должны были сказать, что оксфорды – это не дерби. Чего? Что такое дерби? О чем это я вообще? Давайте тогда поговорим о дерби. Дерби – это более простые туфли с открытой шнуровкой. Какая разница между открытой и закрытой шнуровкой? Давайте покажу. Итак, на верхней части оксфортов мы можем видеть, как задняя часть туфель заходит под переднюю часть, или вамп. Это дает очень утонченный дизайн, называется закрытая шнуровка. А сейчас давайте взглянем на дерби, также известные как блюхеры. Мы видим открытую шнуровку. Это когда задняя часть туфель накладывается поверх передней части туфель. Почему же такая шнуровка считается более кэжуал? Почему дерби или блюхеры – более кэжуал туфли? Это связано с историей дизайна туфель. Вернемся во времена фельдмаршала Ван Блюхера. Он 200 лет назад понял, что солдатам надо ходить из одной точки в другую, и они это смогут делать гораздо быстрее, если у них будет хорошая и удобная обувь. Так он разработал туфли, известные как блюхеры. Они взяли заднюю часть туфель, наложили поверх передней части, и в итоге получились очень страшные туфли. Но зато быстро изготавливаемые. При всем при этом это были очень эффективные туфли, которыми он снабдил своих солдат. Поэтому они получили свое название в его честь. Если сравнивать это с закрытой шнуровкой, то на изготовление таких туфель уходило больше времени, но зато они получались куда более элегантными. Так что любой мужчина, который знает разницу, понимает, что они более простые туфли, а эти более формальные туфли, и могут распознать эту разницу. Итак, теперь вы знаете, что такое оксфорты, вы знаете, что такое дерби, и что такое броги. Теперь же мы можем поговорить об этом, и это уже будет иметь смысл. У оксфортов есть закрытая шнуровка, у дерби открытая шнуровка. Броги не связаны с типом шнуровок, они относятся к орнаментам. Итак, большинство оксфортов будут без орнамента. Почему? Потому что когда мы добавляем орнамент, то туфли становятся менее формальными. При этом у дерби мы можем встретить тысячи вариантов орнамента. Потому что в целом орнамент лучше работает с кэжуал туфлями. Но, конечно, это не означает, что у вас не может быть оксфортов с легким орнаментом на них. Возможно, медальон на носке – это отличный вариант. Ну, тем более, если у вас уже есть много пар обуви, то почему бы не попробовать привнести немного дизайна. Но исторически чаще всего брогирования мы встречаем на дерби и на блюхерах. Итак, если после всего этого, если вы будете экзи и получите этот совет. Оксфорд – это не броги. Что именно Гарри Харт говорит? Для меня это не в буквальном смысле, а в переносном означало «обращай внимание на детали». Потому что такие мелкие детали, знания, истории и понимания вещей – это то, как можно стать крутым агентом или кем угодно, кто будет успешен в жизни. Обращать внимание на ситуацию, знать, откуда ты и понимать, откуда другие люди и почему существуют эти правила. Потому что, когда вы это понимаете, то иногда вы можете нарушать правила, если они не имеют смысла. Или можете соблюдать правила, понимая, как работает система и для кого она существует. Какое видео смотреть дальше, как насчет одеваться как Кингсман. Это, пожалуй, мое любимое видео. Оно мне очень нравится, и если вы будете применять цветы из него, то будете выглядеть шикарно.